В 80-е годы 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 Куда взлетает душа палача На небо Но как вам встречаться без страхов Душою того, кто был послан наплаку Камуран забрал ты на шея рубаху И место взойдет, чтоб ударить в плеча И за упалзая душа палача И заупалзая душа палача Под землю, но глупо, в подвалах, на гробы Где лучников нету и мест нету лобры Родители и не ей злобей, чем подобных Такой унизительный жребий плача И за упалзая душа палача 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 Но если ты серым прослыл кардиналом Мы щас рассылая по тайным каналам Но вот уже сам отнесен ты каналом И за упалзая душа палача 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 к группе «Контакт», к музыкантам, которые играли в разные годы в этой команде. Многие из них мои ровесники, многие старше меня. И я могу понимать те музыкальные интересы, могу понимать те настроения, которые были у этих ребят, когда они занимались музыкой. Мне это очень близко, знаете, чем? Потому что в далеких 70-х, когда зараза рок-н-ролла дошла и до сюда, до провинциального Кировограда, все нормальные парни в то время были увлечены вот этим гитарной игрой, распевали песни, делали свои, так сказать, битловые квартеты. В общем, были увлечены этим новым тогда делом, новой молодежной музыкой, рок-н-роллом, как мы это называем, собственно, тем, на чем стоит вся сегодняшняя современная поп-музыка. И вот то, что эти парни оттуда, из далеких 70-х, то, что их музыкальное образование началось тогда, их вкусы сложились тогда, это очень важно, потому что хорошего по музыкам могут делать люди с хорошим вкусом, ну, люди, которые хорошо знают хотя бы историю музыки. А музыканты «Контакта» всегда были хорошими музыкантами. Я просто с восторгом вспоминаю один из старых концертов, когда я был просто поражен чувством вкуса и техникой игры, и просто даже невероятным имиджем Гната, когда Саша так лихо по-блэкморовски снимал шляпу, китал его там в сторону и продолжал, при этом не прекращая играть соло на гитаре. В общем, в нашем Кировограде есть свой Блэкмор. В нашем Кировограде, я надеюсь, я не перехвалил Гната, в нашем Кировограде был хороший ансамбль. Сейчас, в последние годы, очень модна такая вот волна реюнионов, воссоединений, и если музыканты «Контакта» умудрятся собраться вновь, пусть даже для одного какого-то, может быть, юбилейного концерта, может быть, какого-то без повода просто концерта или записи альбома, это было бы клево, потому что это целая история, и мы можем сказать смело, что в нашем городе была группа, которая достойна внимания, которая всегда была популярна и любима в этом городе. Всем привет, я надеюсь, что я ни в чем не соврал. Я очень горд тем, что я знаком с этими музыкантами. Мы опаздывали постоянно, причем, как не будем молчать, Кировоград сюжет и привинт. Допустим, с Москвы, с Киева уже больше. Когда мы начинаем, допустим, жас рук пытались там играть, жас рук уже отходил, уже того, как уже, понимаешь, немножко все опаздывалось. Плохо приходила информация. Информации не было. Я считаю, что даже если у нас есть ребята, очень много ровесников и молодых, я думаю, помнят такой руки контакт. Конечно, были, я не буду говорить, что мы сильно крутые музыканты, но коллективно включал. Повторяю Костя, конечно, что аранжировки хорошие делали, знал возможности всех музыкантов. Хорошие аранжировки были, плюс принимали хорошо. Все-таки Москва это престижный город был в стране, где зарождался рок, как говорится, отечественный. Мы там работали, например, в такие площадки, как Садр-Этаж, Измайл. В Сарии. Да, Сарии мы работали. Дуриной работали. Да, потом работали в Измайлово. Мы работали, да, по-моему, в Измайлово. И это, как называется, возле... Латышка это перевернулся. Нет, Таук он как-то. В ракуре. Возле Олимпийского насадьона. На две точки сидели семь дней в Москве. Семь дней сидеть. Думали, на воде пришел сольникам. А ты же сольный инфекторы. А ты по власти, помнишь, семь дней по два концерта, четырнадцать концерта. Пора у нас была неплохая. Вот отработали. С Хабаровским мы тоже на Дальнем Востоку. У нас был такой лояж трехмесячный. Да, ух, ты знаешь, что... Черповец, город Ролкиров, тоже. Принимают хорошо. Ну, короче, самый дальшем мы были. Норильск, так, на севере. Ну, помнишь, когда мы трех суток сидели, или двое? Находка, Саша? Нет. Находка это на Владивостоке. Это на Владивостоке. Ладышком с Владиком. Ну, поездили весь. Поездили, так. Да, был Архангельск. Да, был Архангельск. То, что Архангельск, то мы туда ездили. Даже Чечни были. Ленинград, Выбор. А сюда было, конечно, подальше, это Красноярск. Саня, когда у нас был, еще такая шуточка, Саня, когда был там младше, немножко посредник, как киповист, вырос по длине, и он был так, на Леонтьева похож. Объявляли в концерте. Объявляли Александра Леонтьева. Там сразу, как Александра Леонтьева. Ну, он действительно был похож. Там есть фотография, потом покажем. Точно, как Саша. Бар куда-нибудь заходит. А я говорю, Саша, что там, Валера, где сейчас на госпролик? Ну, Саша, что Леонтьев, брат, брат Александра Леонтьева. Я вас еще не прекратил. Да, ну, как раз. А Леонтьев как раз упал там, как где-то в яму что-то там. И Менис, как его тоже, и хромал тоже. Тоже такой момент. Да, такое небольшое такое. География ваших гастролей, конечно, широка. Скажите, вот то, что вы играли вместе, не мешало вам в дальнейшем разойтись и, в принципе, каждому найти себя. Вот сейчас вы сидите здесь, и каждый из вас, довольно-таки, стал личностью. По крайней мере, Сашу мы все прекрасно знаем и видим на концертах филармонии. Я с вами не прошла. Профессионализм вам был присущ? Как вы считаете, вы довели те эстрадные намерения, которые пытались показать, и вывести из уровня самодеятельности до профи? В общем или каждый? И в общем, и каждый конкретно. Ну, я, в принципе, сказать можно. Я считаю, общее мое мнение, я как вокалист был в коллективе, а вот насчет музыкантов, то уровень был очень хороший. Уровень у самого коллектива. А индивидуально, то каждый тоже за себя отвечал полностью. Ну, занимались по 6 часов минимума. Очень много, очень много занимались. С утра? Встаешь утром в номере гостиницы, берешь инструменты и играешь, играешь, играешь. А по-другому нельзя было. Оценивали, в принципе, не мы. Нас оценивали люди и оценивали еще такие известные музыканты. Например, когда мы работали в Москве, тут нам приходили на концерты. Черный кофе приходил. И приходил Гаила такой круиз. Кто еще к нам там приходил? Ну, с Арией работали, они стали. Да, Ария, Ария, Машавский еще на кофе, да. Приходили люди, слушали довольно-таки прилично. Спокойный Рикштейн. Да, спокойный Рикштейн. Это руководитель и художественный был Арии. Он с удовольствием нас взял работать со своей командой. Мы работали первое отделение, Ария второе. Это было довольно-таки профессионально, потому что Москву удивить, как говорится, тяжело. Тяжело. И мы, кстати, заменили, была немецкая группа, я уже забыл название, немецкая группа работала с Арией вместе. Отработали четыре концерта, их Москва вообще не приняла, немецкую группу. Ну, кантри играли, а... Нет, они не кантри, кантри, что-то там, регги, что-то там такое играли. Вот, но в какой-то уровень, все-таки же за границей, как говорится, их не приняли. И мы четыре концерта уже вместо них работали с Арией, потому что, как раз, и стиль подходил. Время уходит. Я река уходить. И мы уже снова любим, а теперь силой попытки вернуться внутрь. Я и ты, ноги взрывая, идем бесконечно, Я и ты, Я и ты, ноги взрывая, идем бесконечно, Я и ты, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Снежная королева, я обошел с тобой, Снежная королева, снежный твой огонь, Дай мне твою огонь. Снежная королева Я воду с тобой, снежная королева, Я воду с тобой, снежная королева, Снежная королева, Дай мне свою огонь.